Эта дата является одним из самых значимых государственных праздников. 12 декабря 1993 года был проведен всенародный референдум. Подавляющее большинство проголосовали за принятие Конституции. Этот нормативно-правовой акт по сей день является главным законом и регулирует основы общества и государственного устройства. С Конституции граждан начинают знакомить со школьной скамьи. На уроках общества знаний и в рамках факультативов детям рассказывают об основных положениях закона и важности этого документа. Это главный документ нашей страны, в котором заключены основные права, свобода человека. Это гарант, основной закон. И каждый человек должен соблюдать эти права, в том числе и государство должно эти права соблюдать. Сегодня в Владимирском областном театре драмы собрались владимирцы совершенно разного возраста. Вот это и школьники, и учащиеся колледжи, а также будущие юристы, студенты в ЛГУ и Ранхикс. На встречу с ними пришли известные владимирцы, которые видели, как создавался главный документ нашей страны. Это не скучная лекция, подчеркивают организаторы мероприятия. Это именно дискуссионная площадка, где каждый мог высказать свое мнение о вносимых изменениях и качественном составе сегодняшней Конституции. Но самая главная задача этого мероприятия – пояснить сегодняшней молодежи суть главного документа нашего государства. Для того, чтобы показать, какова история развития конституционализма в России, какой сложный путь нам пришлось пройти с момента принятия Конституции до сегодняшнего момента, какой огромный пласт законов, подзаконных аргентов, формативных инструментов лежит под и в основе этой Конституции, которая обеспечивает ее надлежащую работу, и показать, в каком будущем направлении, возможно, пойдет наш конституционализм. После небольшой исторической справки перешли к викторине. Ребята разделились на команды по своим учебным учреждениям. Им предстояло ответить на вопросы, касающиеся основных положений и Конституции. Вопросы несложные, но крайне важные. Это те знания по главному документу нашей страны, которыми должен обладать каждый гражданин. Права и свобода человека, не отчуждаемые принадлежат каждому от рождения, приобретаются в соответствии с заслугами человека, могут быть получены после достижения определенного роста. Викторина показала, что сегодняшняя молодежь хорошо знает главный правовой документ нашей страны. Однако фронтовики высказали пожелание о введении дополнительных факультативов по Конституции нашей страны. Те ребята, которые хотят свою жизнь связать, например, с юриспруденцией или политикой, должны хорошо разбираться в конституционном праве. И чем раньше они приступят к изучению основного закона, тем наиболее успешно они смогут построить свою жизнь и карьеру в будущем. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».